Цель нашего сегодняшнего совещания – ход выполнения принятых чуть более года назад на заседании Высшего Госсовета Союзного Государства 28 отраслевых программ. То есть это программа наших действий Белоруссии и России на предстоящий период. Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйственных двух стран. Это основа, на которой мы строим отношения с Братской Россией, равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексное решение многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией. Прежде всего это касается интеграции в экономической сфере. Фундамент, создание условий для кооперации предприятий обеих стран. В программах и ведомственных планах содержится около тысячи мероприятий по их реализации. Установлены конкретные сроки и ответственные лица. Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, что по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю, не бывает кто-то один виноват, а второй хороший. Где-то и мы недорабатываем. Да, проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не шутила. Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов потребовало внесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Ну, как минимум на три года, как минимум. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах. Одно из важных направлений – гармонизация налогового законодательства. Ну, это естественно, если мы требуем от России, чтобы были равные условия и прочее, естественно, из этого вытекает и гармонизация наших налогов, которые уплачивают субъекты хозяйственные и люди. Координация налогового и таможенного контроля на границах союзного государства. Все должно быть прозрачно. Россияне здесь абсолютно не против, чтобы в любую точку белорусские представители, как и они, приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость товаров, контроль за движением товаров. Согласитесь, это важно для любого государства. В рамках данной работы внесено предложение о ратификации договора о общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Прежде чем подписывать соответствующий проект закона, я хотел бы еще раз вернуться к этим вопросам, которые мной обозначены, прежде всего, таможенное законодательство и налоговое, и услышать все ли интересы и предложения в нем учтены, прежде всего, с нашей стороны. Той редакции, в которой договор подписан, предусматривается, в числе прочего, создание дополнительного межгосударственного наднационального налогового комитета, который, конечно же, не является министерством и прочее, у него будут определенные функции и полномочия. Но в данном случае, скажу откровенно, меня смущает само название наднационального. Хочу услышать разъяснение по этому вопросу. При этом речь, еще раз подчеркиваю, не идет по содержанию об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги и законы принимались ранее в Беларуси, так они и будут приниматься. Тем более, в этом плане мы уже налоговый кодекс отработали, он сегодня действует. А что касается конкретных налогов, естественно, здесь ситуация будет в движении, если можно так сказать, и налоги эти будут или увеличиваться, или уменьшаться, что и происходило ежегодно. Мы, независимые, в принятии решений в этой значимой сфере, предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается вот этот небольшой орган, который будет насчитывать порядка десятка человек. База работы этой комиссии, организации, комитета, база – это законодательство двух стран, двух суверенных независимых государств. Больше года назад президентами Беларуси и России был утвержден интеграционный пакет, напомню, это основные направления на 2021-2023 годы, и 28 союзных программ. При этом я хочу сказать, что не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то, нет, должностные лица, ответственные, собирались, обсуждали на высшем госсовете с участием присутствующих высших должностных лиц. Мы утвердили эти программы, но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Их было там десятки. Мы пошли вместе с россиянами, договорившись на 28 межотерослевых программ. Тогда были предложения и парламент создать, и еще чего-то там создать и так далее и тому подобное. Все это было непринято, отвергнуто. И президент Путин тогда, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам, уже закрытой части. А чего, говорит, мы мечемся? Чего мы здесь напрягаемся? Если мы не готовы эти вопросы сегодня решать две стороны и не надо пока. Возникнет необходимость? Будем решать. Так было сказано. А мы всегда настаивали, не надо телегу впереди лошади, не надо ставить. Так и договорились. Это было принципиально. Остались вот эти 28 программ, они социально-экономического характера. И где отражены вопросы безопасности. А время нас вот сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях, в вопросах безопасности, ой, как далеко зашли. Даже боюсь вам говорить, насколько далеко. Придет время, встретимся с журналистами и конфиденциально я вам об этом сообщу. То есть вот жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать. Идти от жизни. В противном случае все сломаем. Предупреждаю, что речи о том, что Россия или Беларусь поступают со своим суверенитетом, не шло. И на сегодняшний день не идет, и идти не может. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались. Это основной вопрос, почему я пригласил вас сюда, чтобы вы не думали, что за вашей спиной там решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет. Этот процесс открытый, честный и принципиальный. Тем более время, я уже еще раз повторяю, нас подталкивает к такому решению этих проблем. Продолжение следует...